Всем добрый день! Немножечко расскажу про собаку Нику, которая поступила в клинику Доктор Ветт по причине множественного перелома таза. Предварительный диагноз на момент поступления был также компрессионный перелом позвоночника и под вопросом стоял перелом крысица. Собака поступила к нам уже достаточно поздних сроках перелома таза после получения травмы, так как Наталья сама уже попала достаточно поздно. И собака после того, как ее привезли, была помещена в отделение интенсивной терапии, за что ребятам нужно сказать отдельное спасибо. Потому что за то время, пока меня не было, потому что я был в отпуске и в принципе там-то оставалось немного совсем времени. И была подготовка к компьютерной томографии МРТ, ввели мы ее дистанционно. То есть, ну именно мои консультации были дистанционные. И больше Вадим Николаевич помогал в этом плане мой, так скажем, ординатор в травматологии и ортопедии. Вот, правая рука. Вот. Ребятам из интенсивной терапии удалось достаточно многое сделать для того, чтобы животное безопасно ушло на операционный стол. Это контроль мочеиспускания, что очень хорошо для собаки с переломом таза. Вот. Потому что, по большей части, у них оно отсутствует, когда они получают такие травмы. И это контроль болевого синдрома. То есть, здесь оритовцы постарались на славу, потому что на момент операции животное спокойно давалось даже докасаться до области переломов. Вот. Ну, самые основные моменты какие? После стабилизации мы уже спокойно отпустили животное на компьютерную томографию МРТ. Это связано с тем, что, как я уже ранее сказал, у нас были вопросы по поводу перелома компрессионного позвоночника. Вот. Что не подтвердилось. У собаки есть под кожей дробины. То есть, это старые, видимо, какие-то травмы. Собаку стреляли сто процентов, потому что это обычная оружейная дробь. Вот. Но, как бы, жизнь, она никак не угрожает. Лежит под кожей. Второй момент. Компьютерная томография нам нужна была для исключения перелома крестца. И уточнение зон перелома важных анатомических структур таза. Потому что на 10-й день, больше даже вам скажу, на 7-й, 5-й день уже таз начинает срастаться. А на 10-й день и на 14-й там уже практически не монолитная кость, а уже хорошо закрепленная. И при неправильном его сращении возникают проблемы с дефекацией. Это и мучи с усканием – это одно из самых страшных, что может быть. Но отсутствие опорспособности – это уже отдельная тема. После получения результатов компьютерной томографии МРТ мы получили уже окончательно точный диагноз. Это множество перелома таза. Основной перелом, два перелома, на которых мы остановились, которые мы стабилизировали – это отрыв подвздошно-крестцового сочленения. Это зона прикрепления подвздошной кости к крестцу. То есть одна из главных точек фиксации таза. И это перелом на соединение подвздошной кости с лонной. И вот здесь же была большая проблема и одна из пиковых проблем, потому что лонная кость ушла повнутрь малого таза и передавила прямой, ну, толстоотдел кишечник, именно нарушала этим самым дефекацию у нашего пациента. Во время операции, то есть здесь тоже возникли определенные сложности. По получению КТ мы на следующий день провели операцию ночью. Из-за большого повреждения мягких тканей и костных фрагментов достаточно много было. Атомически важные структуры сильно сдвинулись. И во время операции у нас было достаточно серьезное кровотечение артериальное, которое удалось купировать во время операции. Это отдельное спасибо Маргарите Александровне Бичковой, которая, так скажем, поспособствовала его остановке. То есть определенные меры свои провела Маргарита Александровна. Это врач интенсивной терапии и анестезиолог, работающий совместно со мной в бригаде. Во время операции ребята, которые дежурили в Арики, добыли нам, так скажем, кровь. И после чего уже здесь более такая слаженная работа, потому что, я говорю, работа одного врача никогда не сделала столько приятного и хорошего, так скажем. Здесь была достаточно взаимодействована большая группа людей. Кровь перелили, после операции еще добавляли. Ну, хочу сказать о том, что переломы все удачно достаточно стабилизированы. Время операции 2,5 часа потребовалось нам, чтобы все это восстановить. Очень пришлось много поковыряться с отделением таза от приросших фрагментов, которые нам нужно поставить было на место. Вот. Ну, собака проснулась достаточно быстро после самой операции. И на данный момент мы имеем уже небольшой прогресс, но хотя для животного с таким серьезным переломами прогресс достаточно хороший. И вы это тоже увидите в видео. Вот. Как бы так, здоровья вам и вашим питомцам. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, давай, 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 давай. Ну, у нас дисбаланс пока дам. Нам надо понять, что у нас жопа не болит. Давай, вставай, все, вставай. Не бестолкуйся, я тут. Давай, 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 давай. Так, ножки мы ставим, вот, и сейчас подержим чуть-чуть, она поймет, что она может стоять. И потихонечку, то есть вот, и мы ее не подержим. То есть, фактически мы ставим, куда пошла? Сейчас мы еще разочек чуть-чуть вставим. На меня немножко опираемся. Не, не заваливайся, не заваливайся, говорю. Давай, 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 давай. Вот. Ножки ставим. Так. Чуть за хвостик придержим. Ножку, 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 ножку. Ну, вот, в принципе, вот так мы и стоим. Сами можем немножко переступать уже. Так, присаживаемся. Ну, как бы вот так. Ну, как бы вот так. Ну, как бы вот так. Ну, как бы вот так.